Привет всем! Вы на канале Tracker in Scandinavia. Сегодня у нас понедельник, утро, 15 июня. И целую неделю будет у меня видео, посвященное теме экономии вождения. Объясню почему. На прошлой неделе я узнал, что, оказывается, я очень не экономичный водитель. Я нахожусь на самом низу списка по экономии. Сейчас в Литве, да и Латвии, все фирмы практически переходят к бальной системе экономии вождения. То есть раньше был расход топлива, норма, сейчас уже идут баллы. То есть из чего эти баллы строятся? Круиз-контроль, накат, средняя там скорость, пользование моторным тормозом максимальное, а наименьшее пользование нашим обычным тормозом. И да, у тех фирм, которые еще остались работать вообще без расхода топлива, я думаю, вам осталось недолго. Вот, и в будущем вас ждет то же самое. То есть, поэтому я обнуляю свой бортовой компьютер, и мы будем смотреть каждый день, какой у меня будет результат. Я вам также сейчас покажу фотографии со своим результатом, который у меня был до этого, и посмотрим, смогу ли я его улучшить. Ну и также в процессе буду показывать красивые дороги и что-то как-то рассказывать по факту, показывать, как я, что я буду делать. Вот, экспериментальный такой формат, посмотрим, что из этого получится. Поэтому сбрасываем компьютер. Итак, у нас меню. Не туда. Движение. Бортовой компьютер. Мне нужны данные о рейсе. И делаю я сброс. Все, у меня все нули. Итак, 47 тысяч пробегов. Все, друзья, погнали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, вот и начнем мы наше эко-вождение. Значит, загрузился я. Сейчас проеду весы. Узнаем, сколько у нас получилось общего веса и общего, и груза. И будем выезжать из Транхейма. Поедем на Швецию в район Нордчоппинг. Так, грузился я мусором. Самая ужасная загрузка, которая вообще может быть. Понище. Весь он течет. Короче, ничего приятного нету, поэтому я даже не стал показывать процесс загрузки. Нечего там показывать. И все. Выйдем на трассу, я заеду на заправку, приведу себя в порядок. И расскажу немножко я про эко-вождение сегодня. Ну и поднимемся с вами сегодня только на перевал, наверное. Больше я ничего показывать не буду, ничего интересного нету. Маршрут не сильно интересный. Вот, поэтому уже завтра, может, нам что-то перепадет поинтереснее. Сто 7 тонн. Продолжение следует... 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 И вот, как вы видите, я видел, что выехала машина Отпустил, идет накат Ну и вот посмотрим, успеет ли он разогнаться Чтобы мне не применять вообще никакой тормоз Кстати, это выехал, скорее всего, мой коллега с моей фирмы И вот, да, как бы он уже едет Им я вообще не применил никакой тормоз Ни ножной, ни моторный И теперь обратно из круиза начинаю плавный разгон Итак, при экономии, при наборе баллов Никогда не упирайтесь ни за кем в хвост Это вот точная информация Потому что у вас сразу будет и пережег И ваши баллы пойдут по одному месту Если кто-то перед вами выполз и едет медленнее вас У вас нету возможности его обогнать То вам, ну, единственный есть вариант, правильно, это его отпустить То есть, пускай он себе там едет, вы немножко потупите Или вы же вообще можете остановиться на минут 5-10 постоять Ну, если движение более свободное И вам мешает только одна машина Конечно же, когда идет поток стандартный То все едут по потоку Вот, собственно, по такому движению в потоке Еще тоже очень трудно, конечно же, экономить Не хочется, чтобы сзади тебя кто-то постоянно подбирал Собирать за собой какую-то колейку или еще что-то Итак, значит, вот еще раз повторюсь Значит, мы делаем все теперь вручную Набор газа у меня здесь под рулем кнопка, которая делает плюс-минус добавление круиза С 20 километров я буду всегда стараться стартовать на протяжении недели с круиза И стараться использовать ножной тормоз только до полной остановки, когда мне нужно То есть максимально я оттормаживаюсь моторным тормозом до 20 километров в час До 30 И потом только включаю вход в ногу Ну и скорость 80 у меня будет И посмотрим результат То есть я буду показывать в конце каждого дня просто стандартный расход топлива Средний, то есть расход топлива Который у меня будет получаться А уже цифры по показателям именно моим То есть баллы, баллы, баллы я смогу только в конце недели вам показать все То есть мы закончим пятницу рабочий день Я запрошу у инструктора, чтобы он не сбросил мои баллы за неделю И мы посмотрим, что у нас получилось Вот Вылез ли я со дна фирмы этого рейтинга в красной зоне На данный момент вот надо мне как-то в зеленую попасть Потому что так негоже в конце списка находиться Немножко разное управление идет в Вольве и Рано И вот я еще вот эти программы То есть есть заводские программы Но я вообще в Рано не знаю, есть ли она или нет Но знаю, в Вольве идет стандартная программа Динофлет И вот если у кого-то включена эта функция Динофлет То вы сами там смотрите, сколько у вас, какие там у вас баллы И что вам улучшит, что вам ухудшит Вот А какой программой пользуются другие фирмы И в частности моя фирма Вот это непонятно Но мне кажется, программа очень какая-то противная Потому что очень досконально находишься в экономе или топлива Прям до каждого, я не знаю, грамма Потому что раньше у меня никаких проблем с этим не возникало У меня в крейсе всегда на скандинаве было 8,7, 8,9, 9,1 То есть по-разному, но точно не меньше 8 и 7 Я никогда в жизни у меня не опускался балл Потом опять я, честно, на Вольве работал по Европе, Англии И у меня то же самое было 9, 9,1 8,9 это было минимальное, что у меня было за один месяц А здесь у меня 8 То есть Даже не знаю Ну, как бы вот, вроде бы как только Улучшить нужно И вот мы подъезжаем к развязке Где рассоединяется Третья дорога, шестой То есть краткая география Дорога на Транхейм, Сосло Из Осло на Транхейм Ведется двумя путями По тройке и по шестерке Конечно же, зимой в большинстве случаев Всегда все едут по тройке Тройка вообще, я считаю, самая, наверное, простая Дорога в Норвегии То есть, ну, я не знаю Я легче по дороге нигде не ездил Ну, конечно же, мы не берем дорогу Со Свинисунда до Осло По двухполосной широкой европейской дороге Нет Именно конкретно вот из таких направлений Это, я считаю, самая простая И которая безобильная дорога Вот, у нас полтора километра до нее Значит, сейчас у нас небольшая горочка Подтормаживается И мне нужно Бросить Скорость в этом повороте Я не применил ногу То есть, я успел Корняком воспользоваться Моторником То, как называют Или, может, это вообще разные вещи Я не знаю И, в принципе, здесь Так как дорога виляет Я не буду увеличивать скорость Я буду ехать эти 60 до поворота Смысл Вот, видите, она сама набирает Да, еще я, наверное, не сказал это Что в гору машина Видит, скажем, едем мы в 80 Она видит гору Она начинает набирать скорость Но, правда, в Рено это происходит не всегда Но, вот, как сейчас это было Да, она дала газу Начала набирать скорость И даже у меня ограничитель на 86 Но она может разгоняться до 90 Под такие вот горки Все Подбираемся мы к повороту 250 метров, 200 Можно тормозить Все, скорость 30, 29 Ну, можно уже применить ногу Стрички не было нам хорошо Идем мы немножко сейчас на подъемчик Так, я не газую У нас горочка Зафиксировал я вот это вот положение наше Пускай будет 30 Пускай поднимется Впереди у нас еще горочка Но Здесь мы успеем где-то разогнаться Я думаю, до 60 мы сможем Пробую 65 даже выставить 70 Переставим Ну и все Больше 70 я не буду ее трогать И у нас на выходе получается как раз 69 Ну, 70 Больше 70 уже бы не получилось бы ничего То есть каждый, в принципе, рейс с разным весом Всегда мы должны же учитывать, конечно же Как едет машина с 30 тоннами Как машина едет с 5 тоннами То есть это совсем разные вещи абсолютно Все, теперь как бы Наблюдать только остается нам Как у нас будет вилять, петлять дорога И пытаться предсказывать Чтобы не прибегать Ни к моторному, ни к ножному тормозу вообще Еще у нас дождь Но как всем известно А кому-то может и не известно Что опасное использование Как и моторного тормоза Как и ретарды Как и круиза В дождливую Сигна дождливую погоду Сейчас как бы он моросит Особо никакой он там роли не сыграет Но в острых резких поворотах Конечно же нужно переключаться на ногу На мокром асфальте То есть в дождливую погоду Это очень важно То есть можно тормозить до поворота Когда машина по прямому идет Если же у вас произойдет так Что вы будете на моторнике Уже поворачивать Вот тут и может произойти ваша беда Значит наверное Ну смотрите Когда мы все равно Очень элементарно Когда мы тормозим ногой У нас тормозят все колеса На тягаче и на прицепе Если мы тормозим ретардой Моторным тормозом У нас тормозит только тягач И то не колеса То есть Ну и так же конечно же Если вы на круизе будете облетать В поворот 90 То поедете вы прямо В лес, в пусты, в скалу Куда вот Да, случаев таких на самом деле много И Вот сколько лет все это длится Когда только начались эти баллы вводиться Во всех крупных фирмах эти баллы Чтобы вы понимали То есть это не просто у меня фирмы Или еще что-то Нет Это сейчас во всех крупных компаниях А еще раз я говорю У кого нету Ну Это недолго Потому что Не хотят они платить деньги И чтобы водители расходовали Нерационально топливо А на топливо Это вы представьте Вот Встаньте на место этих работодателей Так Несчастных этих фирм Всех литовских Которые так бедно себя чувствуют постоянно Что прям аж сердце сжимается Вот Поэтому Они считают У них допустим Пускай будет 500 машин Машина в месяц проходит В среднем 10 тысяч километров Так Представляете, да? И Возьмите с каждой машины элементарно Отминусуйте по литру На 100 километров Все Тут уже сумма выскакивает Колоссальная Поэтому, ребята Миримся Миримся Учимся Баллы Не терять И вы не потеряете Свои деньги Вот в чем Самая главная проблема Ладно Не буду я вас больше На сегодня, наверное, утомлять Еще 4 дня Придется что-то рассказывать Поэтому Немножко Минут 5 Сегодняшний день Я вставлю видео Как оно Все будет у меня происходить Что-то интересное Неинтересное И увидимся завтра Поэтому Слушаем музыку Смотрим на дорогу Всем пока Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»